Всем привет! И сейчас у нас вторая часть, вторая планировка, которую мы с вами посмотрим. Напоминаю, что у нас происходит эксперимент, в котором вы присылаете нам планировки. Я их сейчас смотрю без подготовки, вот как есть. Что вижу, то рассказываю. Единственный у нас комментарий такой, что вы присылаете. Я не знаю о вашей семье, то есть я не углубляюсь детально, я просто смотрю какие-то вещи основополагающие. То есть это будет честно, потому что это поможет и вам что-то понять. И понять начинающим дизайнерам, и опытным дизайнерам как-то скоординироваться, посмотреть какие-то выводы. И просто это будет интересно, не только вам лично, но и всем остальным. Поэтому смотрим как есть. Я смотрю какая есть планировка и тут же даю какие-то рекомендации по ней. Начинаем мы как всегда со входа. То есть в данном случае мы входим, попадаем. Здесь кстати оформлено не так качественно, как в прошлый раз. Оформление может быть любое. Сразу же хочу отметить, что когда мы комментируем квартиру, а не частный дом, нам очень важно знать, где находятся мокрые зоны. Потому что по правилам может быть мокрые зоны недопустимо переносить. Поэтому, конечно, лучше указывать, так как они здесь не указаны. Я могу только догадываться какие-то вещи. То есть я не смогу дать сейчас полноценный комментарий по этому поводу. Итак, мы входим. Дверь лучше нарисовать. Дальше у нас есть два шкафа. То есть в целом это логично. Здорово, что сейчас вы можете вот здесь в самом начале разместить какие-то ключики. То есть что-то тут находится. Ключницы. Это отлично. И сюда вешается мебель. Единственное, что вот я визуально просто смотрю. Тут надо проверить, чтобы было 600. То есть как будто здесь 500 или 550. То есть меньше, чем нужно. Что нам это дает? У нас плечики 550. Если вы вешаете туда одежду, то получается, что она будет выпирать, либо будет постоянно биться. Поэтому тут надо вопрос, сколько тут места. Можно ли дверь сделать поменьше, можно ли подвигать и так далее. Следующий момент. Это вот когда мы входим, мы должны понимать, что нельзя максимально близко к двери делать. Давайте я смотрю. Сейчас покажу еще одну такую стандартную ошибку, которую совершают многие. Когда ты заходишь, у тебя дверь и шкаф, мебель стоит притык. Так делать нельзя. То есть идеально, чтобы были заплетчики нормальные. Минимум 10 сантиметров и здесь, и здесь. Соответственно, шкафы будут, наверное, ниже. И шкаф удобно делать без боковой стеночки, а прямо возводить кирпичную стенку. И уже только после этого делать сам шкаф. Тоже внимательно, чтобы он был 600. Тогда он будет нормально оформлен, нормально сделан. Поэтому здесь, в принципе, сказал. Вот так вот можно. Также я не знаю здесь размеров. Тут надо уточнять, чтобы дать. Полномерную обратную связь. Дальше заходим. Видимо, я вот не понимаю, это как бы дом. Нет, это не дом, это квартира, да, скорее всего. То есть откуда вот такие вот конфигурации. Ну, наверное, так сделано. Давайте примем за это как аксиому, да, что тут именно так и сделано. И, кстати, вот это вот очень непонятная вещь. То есть тут либо проем какой-то сделан специальный, да, то есть вот такого вряд ли бывает. Либо это какая-то, не знаю, панелька, не панелька, откуда. Конфигурация не очень понятная. Ну, давайте, опять же, мы не лезем сейчас глубоко в конструктив. Просто об этом надо подумать. Если вы делаете планировку, сразу смотрите, что можно делать, что нельзя. Где мокрые зоны есть, где мокрые зоны нет. Также вот немножко обидно вот эта вот вся конструкция, да, то есть тут ничего не применено и не устроено. Вполне логично, как мне кажется, да, достроить эту стеночку и вот здесь делать нормальный как раз шкаф дополнительно. Шкафов тут много не бывает, в принципе, да, а здесь как раз-таки ничего не делать. Вот здесь не обязательно шкаф, здесь можно там обувницу либо что-то поставить. То есть лучше тогда шкаф уж, если делать, так делать вот так и здесь. И тогда будет вполне достаточно. Также вот эта вся зона закрывается, открывается и все, никому не мешает. Ну вот как-то так немножко логично кажется Дальше заходим Лучше всего дверь делать внутрь Если есть возможность Если там совсем мало Ну то окей, можно и так Дальше душ, окей Унитаз хорошо, здесь хорошо Ну да, какой-то полтенцесушитель В принципе нормальный санузел сделал Мне нравится, что не стали делать какие-то там вот боковые Какие-то угловые, это хорошо То есть всегда старайтесь делать Только надо душ проверить, чтобы он был 900 на 900 Это тоже такой стандартный размер То есть если он меньше, он просто будет неудобный Вот, поэтому будьте внимательны Здесь, я так понимаю, вот это уже сами настроили Хорошо, куда мы сходим? Ну давайте сходим в спальню Спальня, как мне кажется, избыточна для такого пространства Ой, да, здесь как раз-таки ошибка сделана Сейчас мы ее исправим То есть, во-первых, не нужно такую хитрую конфигурацию рисовать Какие-то полки, да, вот здесь вот пытаются Ну сразу же пытаться на планировке какой-то дизайн делать Это точно не надо Рисуйте просто, то есть лучше сделать обычные Вот эти вот полки, ну не полки, а тумбочки, да Без всего И изголовью тоже не надо рисовать Просто работайте габаритами Лучше бы вы поставили, сколько тут кровать 1800, например, да, было бы понятно И вот здесь вот расстояние какие-то Тогда было бы четко и понятно Также здесь обычно ставится что-то, да Либо комод, либо там телевизор Будет, не будет Ну то есть, либо картина хотя бы какая-то вешается Либо сундучок там для, не знаю, для белья, для одежды Ну что-то обычно вот как Перед кроватью что-то ставится Какой-то акцент на истории Также, что мы здесь видим Мы видим достаточно вытянутое пространство И вот эту часть мы по сути теряем Это обидно, честно говоря Терять ее не хочется Она никак не выигрывается Что бы я здесь делал При этом тут у нас конфигурация с шкафом Вот так, кстати, тоже никогда делать не надо Почему-то многие люди хотят Заказчики, клиенты, сами дизайнеры Часто хотят заходить именно в гардеробную Это ничего не дает Запомните, пожалуйста, это раз и навсегда Нет никакого физического смысла Делать вот это вот расстояние Вот это Чтобы туда заходить Потому что это ничего не дает Как бы вы открывали так Вы пользуетесь ровно таким же количеством вещей Как и заходили бы Кажется, что вот эту часть как-то вы используете На самом деле нет Вы просто вот сюда попасть не можете Вот это все усложняет существующее положение Вот поэтому не надо никогда таких вот Заходных гардеробных делать Ни в коем случае Не делайте их и просто будет часть То есть хотите делать шкаф Просто делайте шкаф открывающийся Либо тогда уже делайте гардеробную Нормальную, полноценную Примерно вот такую Такого формата Что ты заходишь И у тебя со всех сторон есть куда зайти Тогда она уже имеет смысл Здесь же я бы поступил вообще по-другому Мне кажется, если уж такая конфигурация тут То вполне логично вообще заходить через гардеробку То есть ты заходишь вот так Тут у тебя шкафы Здесь у тебя какое-то вот такое вообще большое пространство То есть такая супер большая гардеробная Ну опять же тут надо немножко пониже это сделать Но смысл такой То есть ты делаешь вот так Как-то отсекаясь Да, вот так И заходишь Да, ты заходишь через гардеробку Но ничего страшного Можно красиво сделать Здесь можно еще дверь какую-то сделать Туда заходя И таким образом ты проходишь Ты теряешь только вот это В общем как пространство Здесь ты получаешь нормальную полноценную комнату В принципе тут тоже комодик какой-то можно поставить И огромнейшую полноценную гардеробную Со всех сторон Такую кайфовую Это гораздо лучше чем было Да, согласитесь Чем вот эта вот маленькая какая-то невнятная То есть если делать Так делать нормально по-взрослому Чтоб все было четко Ну хорошо С этим идем Это то что видно там с первого взгляда сразу То есть я думаю что уже это поможет Заходим дальше Вот тут какая-то вообще Сюрелистическая история у нас возникает То есть это что это ванна что ли Или что это я даже не понимаю Какая-то ванна непонятная Что это вот это вот очень плохо Это ад какой-то Вообще не понимаю что здесь сделано Как для чего вот это что такое Просто непонятно вообще вся вот эта штука Ее полностью надо переделать Абсолютно точно То есть вот этот вход зачем Делайте если целиковую ванну Так закройте ее вот так вот здесь Дверь и вход вот отсюда сделайте и все Плюс еще кладовку можно кстати сделать У вас вполне позволяет пространство Если это кухня Да логично вот это вот вообще все заделать Здесь сделать ваш санузел То есть он сюда вот вылезет спокойно И сюда как-то кладовку Как сделать еще дополнительную Куда можно складывать там всякое барахло для кухни Ну вот примерно так Можно так разделить Не знаю что тут творится Вообще сейчас даже ума не приложу Я сейчас просто вижу нагромождение чего-то Которое непонятно как работает Дальше входим сюда Здесь у вас кухня Хорошо Ну чего здесь Здесь ну во-первых надо нарисовать Тоже такие еще Вот это что такое непонятно Если это конвектор Так он такой будет Здесь в общем-то эта история нормально Да вешаем Входим Да здесь все хорошо Зачем-то я заново нарисовал Немножко наверное слева хотел сделать Кухонный шкаф окей Да 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 Ну здесь как дополнение Можно не знаю какой-то остров еще сделать Если он нужен В принципе он помещается Позволяет сделать достаточно удобно Ну может быть Если все-таки эту штуку додвигать Как я рассказываю То есть сделать здесь какой-то холодильник Да например Либо шкафы дополнительные Шкафы шкафы И условно вход в Вот в эту вот В гардеробную Тоже кстати через шкаф можно Да давайте так Смотрите как можно сделать Я думаю можно спокойно вот так сделать Здесь вход в кладовку Через какой-то шкаф Здесь большая кладовка Такая классная нормальная Которая будет вообще все храниться Тем более здесь какого-то света не надо Здесь санузел нормально Спокойненько Мы входим в санузел Вот можно так сделать Здесь бы я добавил Столик либо для завтраков Либо еще лучше остров Что было бы неплохо Здесь можно В принципе можно даже как-то сместить Можно круглый стол Думаю даже поставить Например да Ну если нужно Тоже будет прикольно Здесь место позволяет Абсолютно все что угодно делать В принципе вот такая история Так идем дальше В общем самый спорный момент Это вот здесь Следующая тема Давайте поменяем фломастер Чтобы у нас веселее было Сделаем его зеленым например Заходим сюда Здесь у нас что У нас здесь кусочек гостиной Какой-то разделен Видим Что это Диван Какой-то впритык Вот так вот впритык не делайте Это некрасиво Ну когда сразу же То есть всегда место Оставляйте какое-то Чтоб не впритык было Не надо так делать Вот это уже кстати Непонятно что такое Вот это вот зона Абсолютно непонятная Точно так не надо делать Короче нет Вот здесь все плохо Что тут нужно сделать Здесь у вас две комнаты Да Одна комната Комната номер один Комната номер два Здесь живут я так понимаю Двое А где здесь А вот большая зона И два Так Окей В принципе нормально Да зона номер один Зона номер два Мне нравится как Вот эта история Только наверное Все-таки подушка лучше сюда Лучше потому что Не головой к окну Так или иначе Все равно будет дуть Ну как бы холод Лучше всего смотреть в окно Это было бы прикольно Это хорошо Хорошо Ну я бы только побольше бы парту Наверное сделал все-таки Да В принципе можно Тут какая Тут может быть еще другая конфигурация Я не знаю здесь окна в пол или нет Обычно кстати вот так вот прикольно делать Когда Вот такой вот Зона Здесь шкафы какие-то Да Слева справа Да Может быть снизу Здесь там Вот В этой теме Здесь какие-то полки Да Здесь большая рабочая поверхность Телевизор в принципе не сильно нужен Какой-то шкаф нужен Да Шкаф согласен Где-то шкаф может быть Да И что там диван какой-нибудь Да еще А кровать еще нужна Вот например кровать Там как-то вот так То есть удобно Когда для Человек который занимается Удобно большой стол То есть можно еще так сделать Ну и такая конфигурация В принципе тоже логично Можно ее использовать Что мне не нравится Это маленький шкаф То есть шкаф кардинально Вот этот маленький Очень И Я бы побольше все-таки сделал И еще очень плохо Вот так Когда мы входим И тут же у нас Притык дверь Так нельзя делать Вот так Как здесь сделано нормально Здесь шкаф побольше Тоже непонятно Зачем он такой большой Если тут он маленький совсем То тут вот этот большой Тоже надо 600 оставлять Этого будет вполне достаточно Вот это просто убирать Если место есть дополнительное Ничего страшного Чего же вы его Не используете Ну вот эту часть Во-первых надо закрыть Да Потом шкаф делаете Вот так 600 И Ну отсюда Ну отсюда вход ты не сделаешь Да То есть тут шахта Непонятно кстати действительно Ну хорошо да Можно тогда так оставить Вот так вот просто Окей Примерно такая история Вот тут вообще непонятно как Наверное имеет смысл Как-то вот это все вместе Объединять То есть вот эту зону Ну тут непонятно как шкаф Вот этот делается Тут надо больше Как бы понимать Как эта штука устроена И ну в общем-то можно Тут попробовать Перепланировать Как-то может быть Вот сюда поставить Все-таки телевизор Да И хотя здесь окно Ну в общем вот эту зону Надо подумать Я сейчас не буду Пятнашки играть Переставлять Говорю просто она Что он не очень удачно По дизайну сделан Из-за того что Вот много таких вот Мест углов Вот это Вот это Вот это Вот Основные какие-то Комментарии дал Ну все В принципе если Комментарии были полезны Пишите Если вы дизайнер Либо начинающий Либо у вас какое-то Своё мнение Пишите свои мнения Свои комментарии Я высказал сейчас То что вижу Вот прям как вижу Так и рассказываю Вот если там посидеть Подумайте Но такой задачи не было Сидеть и думать И давать комментарии Была задача Такого максимально Быстро дать вопрос Ответ Если вы хотите научиться Делать такие планировки Если хотите Под моим руководством Это сделать Если хотите самостоятельно Сделать себе Хороший дом Да Без дизайнера Либо проконтролировать Если вам дизайнер Присылает работу И вы не уверены Присылайте мне на разбор Я сделаю разборы А для тех Кто хочет стать дизайнером И освоить такую профессию Приходите к нам на курс Я научу делать планировки И разбираться в них А также зарабатывать На этой теме В том числе и удаленно Хороший формат работы С вами был Станислав Орехов Увидимся В следующих видео Субтитры создавал DimaTorzok